В областном Акимате обсудили основные аспекты послания 2024, которые было им озвучено 2 сентября. Так, особое внимание глава государства уделил земельным вопросам. Поставлена задача вернуть в госсобственность земли, предоставленной с нарушением закона и неиспользуемой. В нашем регионе в этом направлении ведется усиленная работа на протяжении двух лет. По области работа по соблюдению норм земельных законодательств проводится. Необходимо продолжить ее, исходя из озвученного глава государства задачи. В 2022-2023 годах по области в государственную собственность возвращено 870,5 тысяч гектаров земель с хозяйственного назначения. Из них предоставлены с нарушением законодательства 80 тысяч гектаров. Изъятые земли предоставляются сельским актематом для нужд домашних хозяйств населения, либо хозяйствующим субъектам. В этом году в государственную собственность уже вернули 157 тысяч гектаров. В том числе предоставленные с нарушением законодательства 3,5 тысячи гектаров. Также глава государства особенно подчеркнул и вопросы экологии. В области в последние два года развитию лесного хозяйства уделяется отдельное внимание. На материально-техническое оснащение лесхоза в 2023 году затрачено 3 миллиарда тенге. В текущем году приобретено 20 пожарных машин на 1,5 миллиарда тенге. Для увеличения лесистости области лесными учреждениями выполняются мероприятия по воспроизводству лесов на участках лесного фонда. Комплексным планом воспроизводства лесов в Устанайской области запланирована посадка 113,1 миллиона штук сельцев на площадью 17,2 тысячи гектаров. За период 2021-2024 года было высажено 54,4 миллиона штук сельцев на площадью 8,6 тысяч гектаров. До 1927 года осталось посадить 58,7 миллиона штук сельцев на площадью 8,6 тысяч гектаров. В области имеется 10 лесных питомников, где ежегодно выращивается около 13 миллионов штук сельцев сосны и березы, высаживаемых в лесном фонде. Остановились на совещании и на развитии в регионе транспортно-логистического сектора. Ежегодно в области увеличивается финансирование автодорожной отрасли. К примеру, в текущем году бюджет составляет рекордные 74 миллиарда тенге. Это позволит отремонтировать 1300 километров автодорог общего пользования и 370 улиц в 108 населенных пунктах. Кроме того, с целью развития аэровоздушной отрасли региона завершается реализация крупного проекта реконструкции природного международного аэропорта Кустанай с возможностью стоянки с 7 самолетов пассажирского транспортного и грузового назначения, что позволит улучшить транспортный промышленно аэропорта сей карты перевозок. Гульбара Мусагазина отметила, что главная цель этих реформ – стабильный экономический рост региона. Хамзан Урпиисов, Алияда Смагомбетова, РТН